Ну, Логан, допустим, чем лучше, хуже. Как обзорность в этой машине? Ну, откуда шум основной идет? Масло какое заливаешь? Шумки вообще там никакой нету, то есть голое железо. Я не очень доволен, конечно, коробкой. Вообще, они чем комплектация отличается, помнишь, нет? Чем дальше, тем страшнее. Смотрю просто на современные машины. Подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы первыми узнать о новом видео. Друзья, всем привет! Сегодня у нас отзыв о машине Рено Логан и ее хозяин Петр. Ну, и Петр, в первую очередь, как давно на этой машине ездишь? Ну, что вообще можешь о ней рассказать? Что хорошего, что плохого? Езжу я на этой машине с 17 июля этого года. Два месяца какая? Получается, два месяца, да. Проехал они уже 15 тысяч километров. В целом, удобная, хорошая машина. Вот, я есть, да, с чем сравнивать, потому что, когда заезжаешь на определенной кочке, чувствуешь, что подвеска довольно-таки крепкая. Это такой уже не первый год за рулем, потому что я чувствую, что она не хлюпкая или не хлипкая. Единственное, когда была новая автомобиль, ну, она сейчас новая считается, пробег 4 тысячи, изначально она была сильно прожорливая, ну, для легкового, потому что она на автомате, Типтроник, она кушала порядка 13 литров на 100 километров. Сейчас прожорливость у нее уменьшилась, уменьшилась до 10 литров. Ну, это когда вот произошло, в какой момент? Ну, я еще стал пользоваться Типтроником, вот, и в этот момент, мне кажется, ну, ну, и когда пробег, кажется, стал более 10 тысяч. То есть, какую-то обкатку прошла и почувствовалось это? Да, 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 да. Она стала чуть поменьше кушать. Конечно, хотелось, чтобы она еще меньше кушала, но это не будет. Меньше 10, мне кажется, она не будет кушать. Двигатель, это объем 1,6, коробка четырехступенчатая, автомат. На трассе она держит себя очень хорошо, в повороты заходит. На большие скорости я ее не разгоняю, ну, скажем, где-то, ну, максимум, это бывало 110. А так, в целом, вот, комфортная езда, это 90, едешь, прям нормально все. Все хорошо, трассу держит. По шумоизоляции, это зависит еще от качества дорог. Но в целом, такая средняя шумоизоляция. Есть с чем сравнивать, ну, обыкновенная шумоизоляция. Ну, откуда шум основной идет? Шум идет в основном, ну, как обычно, из-под колеса, получается. Колеса, на самом деле. Да, 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 зависит еще от асфальта, конечно. Если асфальт грубый, то шуму больше. С какой машины ты на эту пересел? Ты говоришь, есть с чем сравнивать? То есть, вот, если в сравнении... Сравнивал с чем? Хонды, Тойоты. Ну, Логан, допустим, чем лучше, хуже? Ну, прежде всего, это новая машина была. Потому что я на новых ни разу не ездил, да? Вот так, что прям вот раз, она и новая. Да, честно скажу, ничем она и не отличается, когда вот новые, либо бы, ну, скажем, в нормальном состоянии. Только что, как бы, внутри такое ощущение, что все пахнет, как бы, свежестью. А так, если за машиной ты ухаживаешь, то она едет и едет себе, да? Масло меняешь вовремя, за подвеской следишь, чтобы там лишний раз сильно ничего там не забаранчало. Ну, если там бывает такое, вот вовремя заменил. Ну, вот ты говоришь насчет вовремя заменил. Машина новая, на ТО ездишь? Только, да, только масло поменял, все. Вот на 10 тысяч? Да, и все. Сколько вообще межсервисный пробег у него? 10 тысяч километров. Ну, то есть на первом ТО масло поменял только? Да, и все. Масло какое заливаешь? Ой, синтетика, не помню. Ну, то есть, какое на сервисе залили, то есть, как положено, да? Да, да, да. Синтетика, фильтра и все. За эти 15 тысяч вообще что-то делал в машине? Ничего абсолютно. Мне кажется, еще и в ближайшее время делать ничего. Потому что я чувствую по машине, что там ничего абсолютно. Она плавно заезжает на кочке, нигде ничего не бренчит абсолютно. Заводится всегда, все хорошо. Ну, я чувствую, что еще ездить-ездить на ней, да. Ну, вот двигатель 1.6, ты сказал. Коробка автомат 4.6, хватает этого, нет? Здесь вот ты ездишь, есть много. Я здесь, если скажу, по двигателю для такого автомобиля объем вполне хватает. Единственное, я не очень доволен, конечно, коробкой. Если была бы она, скажем, еще бы на одну бы скорость, да, чтобы она более часто переключалась. А, ну, то есть, длинные передачи получаются? Да, да. Именно первая, вторая очень хорошо переключаются. Со второй на третью длинная передача, с третьей на четвертой длинной передачи. Поэтому, может быть, она из-за этого еще и бензин, возможно, больше кушает. Вот, ну, если когда переходишь на Типтроник, то все, проблема снята. То есть, нормально, в натяжку идет машина, хорошо, когда надо переключился, на понижающую сама переключается. Кондиционер есть? Конечно, есть, да. Кондиционер, климат, вручную переключается? Да, вручную, вручную. Так, ну, я думаю, что здесь даже на камеру видно, что машина новая. Да, машина новая, абсолютно. Абсолютно, да. Видно. Ну, тем более, что каждый день я делаю влажную ворочку, чтобы здесь и так-то пыли нету в Сочи, а чтобы не было и той пыли. Вот, смотри, я вижу коробку, да, Типтроник, и сделано уже так, под механику, как бы, под механику, уже не такая палка, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да, похоже, что как будто это механика, но на самом деле это механика, да, есть автомат и Типтроник, переключаешься, и можно на понижающую, на повышающую. Ну, кондиционер вот, о чем мы говорили. Да, кондиционер, это обогрев заднего стекла, вот магнитофона в этой комплектации не было, но он мне не нужен, я не сильно увлекаюсь. Как обзорность в этой машине? Ой, вы знаете, сейчас, кстати, встретил одну девушку, она говорит, как вы легко развернулись. Я говорю, обзор хороший, она, говорит, сравнила у меня, говорит, не такой, это обзор, не буду говорить, какая машина, но Мерседес я скажу. А вот, она говорит, да, прям легко на ней разворачиваться, потому что машина сама по себе высокая, но обзор, я считаю, что очень хороший. Вот, довольно, я даже капот вижу практически, там его. Ну да, кстати, вот если смотреть, вот я от глаз снимаю, в принципе, видно капот. Для многих бывает проблема, когда капота не видят, не могут, не могут ехать, да, как там, вот упираться. Здесь полочка, как на автобусах. Да, 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 можно положить что угодно. Очень-очень большой багажник, я считаю. Давай заглянем в багажник. Прям такой хороший. Багажник довольно-таки вместительный, я бы сказал. Еще плюсом то, что задние сидения, они выкладываются вперед. И можно, я покажу, да? Можно абсолютно. То есть можно прям что-то удобное положить. То есть большое, длинное. Загляну вперед. А, ну здесь, как обычно, да, то есть получается, вперед? Да, 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 все, вот так вот, раз, и, пожалуйста. А, смотри, здесь вот домкрат, получается, штатное место у домкрата, да, так прикручивается? Да, 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 вот домкрат получается, а колесо находится вот здесь вот внизу, да, ну там вещи. Да, да, там вещи просто, вот здесь. Ну колесо полноразмерное. Полноразмерное, да, не желток, не банан, как называют его. Это просто какая-то смазка. Ну то есть здесь вообще, полчаса можно, я загляну, шумки вообще там никакой нету, то есть голое железо. Ну багажники-то, да, здесь-то для чего, а в салоне, там же, в салоне чуть-чуть и есть, да. Слушай, ну такие пружины мощные стоят, хотя, хотя так очень мягкие. Да, 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 единственное, ну как бы, я считаю, что это, наверное, минус, да, когда багажник закрываешь, да, вот, вот. А, ну это? Это масло, масло, какая-то смазка. Закрываешь вот эти вот штуки, видишь, они могут упираться в чемодан какой-нибудь, все, а так, что, вне багажника вот реально большой. Прям чувствую, что прям громадный. На большинстве, в принципе, современных машинах, чтобы поменять лампочку, нужно снять фонарь. А вот как-то что-то тут откручивается. Это, скорее всего, может быть, крепление фары есть, фонаря, да. Вот оно и есть, да, можно вручную его взять и открутить. Ну да, то есть не нужно уже никаких приспособлений, там, ключей. Балты там, да, 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 вот, все правильно. Ну вот, кстати, удобно сделали, что вручную все это можно открутить. Как по ощущению, по клиренсу машины? Ой, кстати, ну, довольно-таки, ну, тут даже видно неважно с ладом, как вездеход хороший. Вот. Не, клиренс я даже, ну, прям доволен, потому что, ну, она реально высокая. Ну, цеплял где-нибудь или нет? Нет, нет. То есть еще не было такого, что даже зацепил, да? Не было такого, да. Не было абсолютно. Ну, у него угол съезда, угол въезда, как бы, бампера короткие. Вот здесь вот так сбоку посмотреть, видно, что и передний бампер короткий, и задний. И причем они очень высоко находятся. Да, не ширканешь. Да, даже вот есть такие спуски, когда под углом. Да, 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 но здесь очень много в Сочи углы такие прям острые. Да, да, редко когда цепляешь бампером, ну, это прям самым низом бампером передним. Там, сзади, это вообще, я не знаю, там, что можно им зацепить. Ну, резина родная, я так понимаю. Да, резина хорошая. В дождь, я не знаю, что за резина. Я даже не обращал внимания. В целом, просто я считаю, что она в дождь, она нормально держит. То есть, 5, 6, 5, 15. Ну, а комплектация, вообще, они чем комплектация отличается, помнишь, нет? Что может быть еще в нем? Здесь же, получается, передний ряд сидений, да, где там стеклоподъемники, они электрические. Сзади это нужно крутить. Вручную? Да, вручную. Это раз, да, это чем отличается, чем отличается комплектация. Здесь кнопка. Здесь кнопка, да, да, абсолютно. Ну, сейчас просто ключ зажигания выключим. Во-вторых, отличается коробка какая, это механика, либо автомат. Вот наличие магнитофона, наличие стеклоподъемников. А, ну, диски, наверное. На каких компликациях колес? Да, да, да. Вот, в принципе, и все отличия. Все отличия. Двигатели, ну, бывают разные двигатели, но здесь 1,6. Давай заглянем, движок посмотрим. Да, конечно. Да, легко открывается, а тут не надо ничего заморачиваться, раз и все. А, стоит на... Да, 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 как называется, на стойке, я бы так сказал. Двигатель обыкновенный. Сюда заливаем воду. Воду, да. То есть, бачок сделан так, что он... Чем дальше, тем страшнее. Я смотрю просто на современные машины. Непривычно, когда... Все дальше и дальше прячут эти... На Toyota где-то здесь, да, на Honda здесь. Изначально я думал, где он, куда заливать, а он оказывается там. Непривычно. Ну, когда уже... Ну, он находится, получается, все-таки под крылом? А кто его знает? Да нет, вот он. Вот он, прямо. Вот он. Ну, вот же он получается. Нет, это железка. Вот мне просто интересно, что он... Может быть, он внутри салона, чтобы не замерзал? Ну, вон туда он. Вот он туда уходит. Да как он... А, он плоский какой-то получается. Да. Ну, он довольно-таки вместимый. Литра, наверное, тут здесь... Три-то точно есть. Ну, двигатель 1.6 атмосферный, понятно. Да, да, да. И смотри, довольно-таки плотненько тут. Тут все так плотненько, плотненько. Единственное, вот здесь вот более-менее пустое место. А остальное все так плотненько. А остальное все, да. Слышь, как он, смотри, я говорю. Родная команда. Обращаем, все промазано чем-то интересным. Все шивы промазаны. Чтобы на рожане какая не появлялась. Вот смотри, все, смотри. Ну, он прям чувствует, что чем-то мягким промазано. А потом уже покрашено. Сверху. То есть это не такая сварка, как бы тяп-ляп. Так, ну, вот это, я так понимаю, проверить масло. А вот это проверить... Масло в коробке. Масло в коробке. То есть есть щуп в коробке. Но это очень хорошо, потому что на современных машинах нету щупа этого. Щупа какого-нибудь? Щуп в коробке. В коробке, да. На некоторых машинах сейчас убрали даже щуп двигателя. Типа вот датчик засвистит, тогда же езжайте. Датчик засвистит, это когда уже все, приехал. Да, да, да. Уже все. А если датчик не засвистит, то тогда вызывайте. Ну, я, честно говоря, не проверяю. Эвакуатор. В основном, когда езжу, у меня нет привычки проверять масло. В основном, на всех машинах хватало. Ну, на нового-то, тем более, в принципе, не должно ничего жать. Тем более, уже обкатка прошла. Ну, да, по идее. Ну, когда менял масло, все было в норме. Здесь воздушный фигарик, понимаю, да? Да. Он самый. Слушай, ну, кондиционер такой маленький этот. Кондиционер этот. Ну, в принципе, как говорится, все стандарно. Кондиционер, да, охлаждает, но я им очень редко пользуюсь. Даже летом? Да, мне жарко. А я люблю, когда окошки открыты, едешь, все продувается. Вот это люблю. Ну, не, ну, я включал абсолютно, да, хорошо холодит, прям нормально. Слушай, ну, вот не замечал, с кондиционером разница в расходе какая? Да хотел заметить, но я, потому что, как бы, я же редко езжу с кондиционером, поэтому, нет, если я обращаю внимание, что двигатель, вот, оборот, увеличивается. Подсаживает сейчас так. Да, 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 есть, 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 абсолютно правильно, да, есть. Двигатель немножко сильнее работает. Ну, то, что, ну, огнехода есть, да, удобно, не надо включать-выключать. А, ну, то есть, как бы, ты зажигание включаешь? Да, 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 да. Сразу закрываются дневные характеристики. Да, 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 всегда есть огнехода, что не нужно это постоянно переключать, включать там свет дальний, ближний. Если не ошибаюсь, это светодиоды сделаны. Ну, да, светодиоды, скорее всего. Потому что они очень ярко горят, и, то есть, вероятность, вот, то, что у него три горят, очень маленькая. Ну, вот, дальний, ближний свет, отдельные лампочки на каждой. Да, 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 да. Потому что сейчас на некоторых машинах идет одна лампа, там, зависит все от фары. Омыватели стекла хорошие. Мне понравилось, что они не струйкой бьют, да, как-то так вот мелко распыляют на все стекло, получается, на переднее. Ну, то есть, сами омыватели вот эти? Именно, именно вот эти вот, из них вот хорошо вылетает. Ну, мне понравилось, в принципе. Не какая-то там струйка, и там куда-то улетает. Вот, хотя я не настраивал ее, в принципе. Вот, ну, довольно-таки на все стекло, и поэтому быстро омывается. То есть, расход воды, конечно, уменьшается, чем когда бывает там, льется струей. Вот смотрю, антенна длинная очень, да? Ну, ты говоришь, а магнитола нету? Ну, да, это штат, потому что здесь же есть же и динамики есть. Вот, я хотел спросить, динамики стоят уже? Динамики стоят в передних дверях и в задних дверях, ну, антенна выведена. Вот, только нужно, получается, взять магнитолу, подсоединить и, пожалуйста, слушай на здоровье. Ну, а, ну ты летом ездил, зимой пока непонятно. Не, ну, я включал печку уже, потому что я бывало, когда вот у нас тут дожди прошли первые-то, ну, похолодало. Я прям, я еще после вани был, я замерз, прям, как не знаю, я печку включил, ну, я махом нагрев машину. А подогрев в среднем есть? Нет, нет. Подогрева нет, да? Субтитры сделал DimaTorzok